Майрон Томаев В этом итоге сертификат дает возможность оплатить 65% от общей стоимости квартиры. По данным мэрии, за последние три года жильем было обеспечено 76 семей, их количество будет расти. В рамках этой программы обеспечено по городу Владикавказ. С 2007 года мы приступили и обеспечили уже более 120 семей. Каждый год предусматривается в бюджете городском определенная составляющая в рамках реализации данной программы. Общая численность на сегодняшний день в списке очередности составляет 282 семей. Это мы список формировали на январь месяц. И кроме этого мы еще до сегодняшнего момента приняли порядка 40 семей. Участников всероссийской акции «Добровольцы детям-2014» наградили сегодня во Владикавказе. Массовые мероприятия в стране проводятся уже третий год. В столице нашей республики оно состоялось впервые. Артисты, музыканты, звукорежиссеры – простые граждане. Люди, которые не остались в стороне от добрых дел. Они объединились в едином порыве подарить свое тепло тем, кто в этом так нуждается. Руку помощи протянули не только взрослые, но и совсем юные добровольцы. Некоторых участников можно по праву назвать рекордсменами. Они приняли участие во всех мероприятиях, которые проводились в рамках акции. Те, кто хотел откликнуться, все, кто хотел помочь детям, ветеранам, детям-сиротам. Все они были рядом с нами. И хочу поблагодарить всех-всех-всех. Спасибо большое нашим спонсорам особенно и нашим артистам. Это великие люди, которые выезжали с нами и в Южную Осетию, и были в Томийске, когда мы показывали концерт, давали для беженцев из Украины. Были и в Мостоке, в отдаленных точках, работали во всех детских больницах, в реабилитационных центрах, в детских домах нашей республики. Всем-всем-всем низкий поклон. Мы обязательно на следующий год приглашаем всех, кто хочет участвовать, а хотят участвовать очень многие, и артисты, и спонсоры. Пожалуйста, давайте все вместе делать добрые дела. Служба судебных приставов совместно с администрацией города провела рейд по взысканию административных штрафов за незаконную торговлю. Еще зимой прошлого года было заведено около 20 административных дел. Штрафы накапливаются, а торговцы и не думают оставлять насиженное место. Суммы взыскания достигают 6,5 тысяч, однако даже после уплаты ничто не мешает предприимчивым горожанам продавать продукты, покрытые дорожной пылью. Интересы затрагиваются горожан. То есть на тротуарной части, если стоит какой-то объект, который преграждает путь для спокойного движения пешеходов и для перехода улицы, создается какой-то хаос, то страдают непосредственно горожане, которые планируют отдохнуть в этом месте или просто пройти даже мимо. Данная продукция никаким требованиям, соответственно, не отвечает. Продажа идет с улицы. Перспективы сотрудничества молодежного парламента с Министерством культуры обсудили на расширенном заседании в Малом зале правительства. Встреча прошла в форме живого диалога. Действующий министр культуры Фатима Хабалова ответила на все вопросы присутствующих. В ходе заседания были намечены пути повышения общего уровня культуры у молодежи и разборчивости аудитории в искусстве. В этом контексте ежегодный фестиваль Ларисы Гергевой назван ориентиром мирового уровня. Также в центре внимания заседающих оказался этнографический туризм. По словам чиновников, решено сосредоточить все силы на одном объекте и только после полного завершения переходить к следующему. Я с большим удовольствием всегда встречаюсь с молодой аудиторией, потому что я черпаю для себя какие-то новые, может быть, знания. А у них есть возможность из первых уст получить реальную информацию по тем вопросам, которых интересует в сфере культуры. В Республиканском государственном музее имени Туганова открылась выставка работ современных остинских художников. Организатором выступил Северокавказский филиал Государственного центра современного искусства. Картины, представленные в музее, написаны участниками симпозиумов разных лет. Выставка предваряет восьмой международный художественный симпозиум Маланика, который пройдет в августе. В нем примут участие мастера из России и стран Европы. Здесь представлены выставки остинских художников, которые участвовали в Аланике, начиная с самого первого года ее основания. И здесь можно проследить какие-то пути развития этих художников. Процент людей, которые посещают выставки и увлекаются современным искусством, в многомиллионных городах буквально такой же, как и у нас. Субтитры создавал DimaTorzok